Девушки отдыхают Уберите! Я у тебя из зарплаты вычту, понял? Что у вас тут случилось, Андрей Ильич? Эдик собаку пристрелил. Собака-то ему чем не угодила? А ты у него спроси! Слава Богу, что не по людям. С него станется. Ладно. Я к хозяину. На доклад. Спокойной ночи. Хорошо бы. Чтобы спокойной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Чай будешь? Буду. Сейчас приготовлю. Я сама. А то скажешь опять, что девочки-мажоры, без нянек, даже кипяток и заварочный чайник налить не могут. Садись! Что там за стрельба-то у них была? Хозяйский сын собаку застрелил. Боже, кошмар какой! А зачем он ее убил-то? Господи, бедная Анька! Это надо же, брат Тарчок! Как она тут вообще живет? Отец квасит целыми днями, из дома не выходит. Господи, как будто боится чего-то. Ты откуда знаешь, что он пьет целыми днями? Танька сказала. Вообще. Еще она сказала, что у него пистолет есть. Представляешь? Он все время его при себе держит. Слушай, а вдруг его убить хотят? Возможно. Спасибо. Толь, ну расскажи, почему ты решил пойти в телохранителя? Ну, а почему решают стать космонавтами, пожарными или милиционерами? Типа, хочешь сказать, что это романтично? Нет, это совсем не романтично. Чаще обыденно и даже скучно. Ага. Рассказывай. Ты, блин, как ковбой пулял. Эти пацаны конкретно обделались на дороге. Ты на каком факультете в университете учишься? Я на географическом. Путешествовать люблю. Понятно. Ну? Ну, а как ты стал телохранителем-то? Курсы закончил. Ну? Я серьезно занимался боксом. Был мастером спорта. Меня даже в сборную приглашали. Потом у меня была травма. Со спортом пришлось завязать. Пробовал тренировать мальчишек. Не пошло. Угу. Ну и тогда мой тренер порекомендовал меня моему нынешнему начальнику. А не друзья. Ну, вот так, собственно. Я и стал телохранителем. Да. Очень эмоциональный и захватывающий рассказ. Если честно, очень спать хочется. Ну, ладно. Пойдем спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной. Ужесточение. Ужесточение. Приказ Генрия Адуардовича. А вы куда поперлись ночью? Ну, зачем? Куда? А нам, значит, руха нету. Разве ли тут сверей каких-то? Ну, а как? Да не он гуляет себе на здоровье. Тихо, тихо. О! Доброе утро. Ты что сделаешь? Нет ничего трогательней. Зрелище сонного, испуганного, сильного мужика. Рита, значит, давай договоримся без этих штучек. Каких штучек? Глупых. А вдруг я в тебя влюбилась? Значит, Маргарита, объясняю тебе первый и последний раз. Я телохранитель, ты охраняемая. И это все. Ладно, подумаешь. Думаешь? А спать-то, кстати, гораздо. И храпишь, между прочим. Храпишься. Да? Ага. 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 Не дождетесь. Ага. Ага. Вызывали, Генрих Эдуардыч? Нет. Ты сам сюда пришел. Чего ты глупые вопросы задаешь? Давай, через час ко мне этого… Москвича. Понял. Понял. Иди. Тебе звонили. Кто? Какая-то Вера. Что? Почему ты меня не позвала? Чего ты орешь-то? Потому что ты мылся в ванной. Очень нужно мне на тебя голову смотреть. Что? Что она сказала? Ничего. Как, совсем ничего? Ничего особенного. Ну… Спросила, где ты. Я сказала, что ты в ванной. Она бросила трубку. Черт. Почему ты взяла мой телефон? Потому что он звонил и действовал мне на нервы. Нельзя брать чужие вещи. Тебе этого не говорили в детстве. Давай еще. Поучи меня. На. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети? Войдите. Доброе утро. А Виталий Степанович шел из гостевого домика в хозяйстве. К этим он шел. Мои ребята уже выпустили из вольера пса. Он накинулся на доктора и потрипал его. Слава Богу, Виталий Степанович был уже недалеко от дома, когда собака на него выскочила. А этих, значит, заступился за своего доктора. Взял ружье и пристрелил собаку. Ну да, бежал в дежурку. Там никого не было. Зато ружье было. Вообще, Виталий Степанович как-то странно действует на Эдика. Странно. Ну да, после его лечения Эдик как под гипнозом. Вообще, у меня такое ощущение, что Эдик боится Вознесенского. Боится. Но у меня такое ощущение. Давай, 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 давай. Ладно. Пойдем. Тапаев ждет. Поехали. Поехали. Андрей Ильич. А? Вы не обижайтесь на меня за вчерашнее. А на ты ведь можно и без выпивки перейти, да? Ха. Можно. Можно и без выпивки. Ладно. Иди. Садитесь. Я дал указание Богданову, чтобы он оказывал всяческое содействие в вашей работе. Скажите, Генрих Эдуардович, вам угрожают? Есть комбинат, продукция которого очень востребована. Есть люди, которые хотели бы этот комбинат приобрести. Тот, кому он достанется, сильно выиграет. Кто-то конкретно к вам уже обращался с предложением продать комбинат? Было несколько звонков от нескольких желающих. И после этого у вас начались проблемы? Ну, меня, скажем так, предупредили. И попросили хорошенько подумать, прежде чем решить, кому я буду продавать комбинат. Комбинат, кто конкретно вас предупреждал? Не знаю. Помянуть, кто же обращается с угрозами напрямую? Так. Звонки, подставные лица. Скажите, Генрих Эдуардович, а вы собираетесь продавать комбинат? А зачем вам это знать? Ваша задача – обеспечить мне эффективную охрану, а не разбираться с моими неизвестными противниками. Я могу начинать работать? Можете, можете. И чем скорее, тем лучше. А это чьи машины? Это охранников. А можно их оставлять за территорию усадьбы? Ворота. Зачем? Ну, когда у охранника выходной, машина больше суток находится около его дома. За это время ее спокойно можно заминировать. Вот зря ты так, Андрей Ильич. Тут лучше перебдеть, чем недобдеть, если тебя вон завербовать хотят. Ну, хорошо, хорошо. Будут оставлять за территорией. А это что за дверь? Ну, это черный ход. Он ведет на кухню, в подсобные помещения. Заперто? Нет, зачем? Тут же отходы выносим. Да и потом мы все пользуемся гораздо чаще, чем главным ходом. Это удобнее. А как вы мусор вывозите? Приезжает машина и грузит контейнер. Часто? Через день. Ну, вот эта лестница наверх, в жилые помещения. Угу. А там кухня. Вот. Андрей Ильич, скажи-ка, а какие-то посторонние машины, ну, кроме, ну, сыровоза и машиноохранников, заезжают на территорию? Ну, например, там, я не знаю, продукты привозят или белье из прачечной. Ну, стирка-то у нас здесь, в доме. А продукты привозят утром. Машина от ресторана. Ну, а ресторан принадлежит Топаеву. Ну, ресторан, естественно… В городе. Понятно. Значит, машина всю ночь находится где-то в городе. В гараже, ресторана. Понятно. Андрей Ильич. Что? Все-таки машину за продуктами лучше отправлять отсюда. И вообще, готовить лучше здесь. Думаешь, травануть могут? Да легко. Извини, Андрей Ильич, начальство. Здравствуйте, Роман Александрович. Да, я сам собирался позвонить. Разговаривал с Топаевым? Разговаривал. И что? Кто-то хотел выкупить у Топаева бизнес, а он отказал. Никаких подробностей он сообщать не намерен, поэтому мне нужна информация о бизнесе Топаева. К тебе Абросимов сегодня приезжает. Это хорошо. Я пришлю за ним машину. Ну, лады, созвонимся. Здравствуйте. Здравствуйте. Гуляли? Ну, так. Осматривал территорию. Да. Генрих в хорошем месте дом построил. Воздух здесь замечательный. Да. А вы, значит, и есть тот самый отважный телохранитель? Почему отважный? Ну, мне муж рассказывал о вчерашнем происшествии на дороге. А вы, значит, на юбилей к брату приехали? Да. А много родственников приедет? Да у нас, собственно, и родственников-то нет. Мы с Генрихом, Юра еще должен приехать, наш сводный брат. Он, кстати, москвич, ваш земляк. Да? А чем занимается? Был бизнесмена. Был? Ну, какие-то у него там случились неприятности, бизнес расстроился, влез в долги. Вообще-то я не знаю, чем он сейчас занимается. Мы давно не виделись. А почему же Генрих Эдуардович ему не помог? Вы знаете, Генрих утверждает, что голодному не надо давать рыбу. Голодному надо дать удочку. Он предлагал Юре открыть здесь какое-нибудь совместное с ним дело. Юра отказался. Кто из Москвы поедет в эту глухомань? Ладно, пойду пройдусь. Что-то мне нехорошо. Ой! Ой! Здрасте, господин телохранитель! Здравствуйте! Ой! Ой! Ну, помогите-ка нам. Что-то у нас тут? Пожалуйста. Я в гости решила зайти. Пожалуйста. Ну, ты, естественно, пить не будешь. Я, естественно, пить не буду. Ну и прекрасно, нам с Анечкой больше достанется. Ой! Вот видишь, Анька, какой у меня телохранитель правильный. Не пьет, не курит. Морально устойчив. Один изъян. Храпит, как трактор. Воспитывает меня постоянно. Я вот еще удивляюсь, как он мне ничего не сказал по поводу вина. Вообще, в магазинах, лицам не достигшим двадцати одного года, спиртное не отпускают. Видала? Робот-няня. Киборг. Ой! Где ж ты такие магазины-то видел, господин телохранитель? Мне попадались. Ну так, давайте и выпьем. За то, чтоб такие магазины исчезли с лица земли. Спасибо. Ура! 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 Ты мне вот что лучше скажи, господин телохранитель. Что ж ты, когда на нашу машину эти отморозки напали, не пошел нас защищать? Для вас, Маргарита, прямой угрозы не было. А Анин дядя мог сам с ними разобраться. А если бы они начали бить дядю Сашу? Но они ведь не начали. То есть ты меня защищал, а на дядю Сашу и Анечку тебе наплевать. У нас был один случай. Наш охранник сопровождал клиентов в загородный дом. По дороге они увидели аварию. Автомобиль, разбитая детская коляска и обезумевшая женщина, которая металась по дороге. Водитель автомобиля стоял на коленях перед коляской. Клиент приказал остановиться. В результате его расстреляли в упор. Автомобильная авария — самый расхожий пример из наших учебников. Останавливаться нельзя. Стопроцентная ловушка. Ну, а если это на самом деле авария? На дороге много машин. Кто-нибудь обязательно остановится и поможет. О, видала? Вот это принципы. Здравствуйте. Здравствуйте. Богданов Андрей Ильич, начальник службы безопасности. Сергей Абросимов, делохранитель. Вот, родственника вам доставили. Ну, проходите. Прошу вас. Здорово, Урау! Ну, пойдем, пойдем. Раскинулось море, Рока. О, здорово, ссыльный. Здорово, Серега. И че там такое? Да это брат хозяина. Уже готов юбилей отмечать. Ого. Здравствуйте, барышня. Здравствуйте. Ты че их, обеих охранять, что ли? Это счастье-то какое, а? Да ты не волнуйся. Скоро это счастье тебе достанется. Раскинулось море широко, и волны большую сдали. Давай. Вот. Давай, давай. Ну. Вот и че, поехали. Алё-ка, подальше от этой земли. Ну, ты давай поаккуратнее. Давай, кочегар. О-о-о. Пошли, пошли. Шикарно. Модерного. Уральцы. Номер люкс у вас. Ну, садись. Слушайте, уральцы, а я же вас знаю. Вот же наверняка выпить-то есть, а? Есть? Андрей Ильич, по-моему, если ему налить еще сто грамм, он спечется. Федюнь, ну, принеси там. Федюнь, а? Вот за что люблю уральцев, а? Сказано сделано. Не то, что это фуфло московское. А вы сами, простите, откуда будете? Я из Москвы. А? Ну что, уральцы, давай со мной выпьем, а? Жахнем за приезд, за знакомство, а? Да жахнем, жахнем. Вот это разговор. А то я тут еду как-то в самолете с мужиком одним. Пафосный такой попался. Весь такой из себя интеллигент, пальцы гнет такой весь. Короче, только яйца, выше только горы, вот это все, вот это вот. Вот эти, все эти дела. Короче, выпить отказывается. Я ему так, 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 ни в какую. Нет и все. Уперся. На это сначала. Я-то его уговорил. Короче, нажрались мы с ним в лыскуты. Мужик попался исключительный. О, о, куртку мне подарил. Берет, снимай из себя. Юрец, для тебя ничего не жалко. Берет и дарит мне куртку. Вот такой мужик. А? А сам-то в чем остался? Кто? Ну, мужик-то этот. А, так я же ему со своего, ну, плеча беру тоже. Снял ему все. Говорю, юрец. Брата, по брата. Мы с ним побратались. Представляешь, вот такой мужик. А документы где? Ураль, ты что, мед что ли, а? Ну, почти. Документы-то ваши где? Какие документы? Да любые документы. Ну, паспорт ваш где? Ой-ё-ё. Паспорт, паспорт. Где он? Ву! Ты что, Наш, я беспаспортный, что ли? Ох, ураль, сподозрительный какой! Должанский Давид Самуилович. Кто? Вы Должанский Давид Самуилович? Это что, там так написано, что ли? Да, там так написано. Нет, нет, я не Давид, я Юрий. Меня, между прочим, в честь Гагарина назвали. Шалыгин я. Да. Ну-ка, дай сюда. Вот ты ж. Ну вот, все правильно. Это не я. А ваш паспорт, значит, остался в куртке, которую вы отдали тому мужику, да? Значит, остался. Эх, священный Байкал, а? Вот она моя белая горячечка, а? Эх… Да ладно, Аня, посиди еще. Ну, я пойду. Анатолий Валентинович, посиди еще. Поздно уже. Да ладно, поздно. Одиннадцать часов. Я, наверное, вас провожу? Не стоит. Я же дома. Ну, ладно, не слушай ее. Пойдем уже проводим. Ты иди к себе в номер располагайся, я к тебе зайду чуть больше. Кстати, Маргарита Дмитриевна. Да? Да. Вот это ваш новый телохранитель? Сергей Абросимов. Ну вот. Ну что, до завтра? До завтра. Пока. Спасибо. Пока. Угу. До своей этой вере дозвонился? Нет. Она твоя женщина? А знаешь, у меня когда-то был мужчина. Когда-то? Ну, год назад — это же когда-то. Да. Год назад — это когда-то. А знаешь, как его звали? Джефф. Ух ты! Американец. Нет, русский. Но он так себя называл. Джефф. Да. На собачью кличку похож. Дурак. Ну, ну и что там Джефф? Ничего. Не понравился он моему папочке. И все закончилось. А папочка-то здесь при чем? А папочка шуганула Джеффа. И все. Пришла любовь. Завяли помидоры. Знаешь, если этот Джефф не стал за тебя бороться и так быстро сдался, значит, туда ему и дорога. Наивный ты, господин телохранитель. Обживаешься? Ну? Ну, чё? Рассказывай, коротенечко. А-а-а. Да что рассказывать-то? Клиент непростой. Информации никакой не дает. Из-за его молчания не могу определить степень опасности. А территория усадьбы большая? Внушительная. Охрана? По количеству состава достаточно, а обучена так себе. Угу. Вчера сын хозяина застрелил собаку. О как? Да. А чё это вдруг? Наркоман. Ты, кстати, обрати на него внимание. Обращу. Так. Ну, что еще? По здешним обитателям. Вознесенский Виталий Степанович, врач-нарколог. Его топая выписала из Екатеринбурга для своего сына. Угу. Ну, а кто еще? В теремочке-то живет. Людмила, родная сестра Топаева. Ее муж Александр Бондаре. Топаева терпеть не могут. Почему? Дела семейные. Ну, Юру Шалыгина ты уже видел. Ну, это… Ах ты сволочь! Отстань! Я тебе щек! Пошла вон, зверюга! Пошла вон! Пошла вон! Иди сюда! Иди сюда! Ах ты зреть какая! Иди сюда! Вы зачем вышли из дома? А? Я говорю, вы зачем во двор пошли? Уралься! Я это… Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что ты экономишь? Да не годи ты уралься! Я выбить хочу! Ну, что? Пистолет где твой? Да что ты ко мне провязался? Не брал я твоего пистолета. У меня вон лопата была. Я там ее взял. Это стерва! Ураль, ну или от него сегодня толк не будет. Пускай выспится, а завтра мы с ним поговорим. Уф! Развели, что ж, мужчина! Уф! Ну, санаторий! Форменный! Ну, форменный санаторий. А это… Чё за бескультурник-то? А это местный врач-нарколог Вознесенский. Я тебе про него рассказывал. А, ну да. Доброе утро! Здравствуй, Андрей Ильич! Доброе! Я чего спросить хотел. Мы машину-то нашу посылать будем за продуктами? Нашу, нашу. Ага. Андрей Ильич! Слушай, просьба у меня к тебе одна будет. Ну? Ты же здешнюю территорию, как свои пять пальцев знаешь. Каждой кусть и каждой деревце. Ну? Ну? Слушай, ты бы прошелся, посмотрел, не сделал ли здесь кто закладку. Закладку? Ну, схрону. Искать-то чего? Искать. Пистолет в наплечной когуре. Ты уверен, что пистолет? Не уверен. Но не исключаю такой возможности. А ты тут без меня не скучай, господин телохранитель. А ты тут без меня не скучай, господин телохранитель. Эти три часа будут для меня пыткой. Давай, давай. Не бойся, скакать от радости будешь. Конечно, буду. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Анатолий, я ваш сосед, живу вон в том номере. Виктор. А вы тоже родственник Генриха Эдуардовича? Нет. А кто вы тогда, простите? А в чем дело? Охрана. Ну и чего? Вы давно приехали? Сегодня рано утром. Так кем вы все-таки приходитесь, Генриха Эдуардовича? Будущим зятям. Вопрос еще есть? Нет, вопросов больше нет. Угу. Придуму. Толя! Толь! Я нашел. Вот. Здесь самое глухое место на территории. Явку-то вырыли давно. Судя по всему, еще весной. Это что ж получается? Подкоп? Получается подкоп. А ведь на территории посторонних весной не было. Значит, кто-то из своих рыл. Могли рыть и снаружи. Да, Роман Александрович. Мы тут кое-что надыбали для тебя. Реальный интерес к бизнесу Топаева проявили две структуры. Обе московские. Одна еще в 97-м году хотела выкупить у него крупный пакет акций. А другая выходила на него в прошлом году с предложением продать бизнес целико. И он обеим отказал? Да. Последние три месяца одна юридическая фирма, которая находится в Лихтенштейне, с подачей самого Топаева готовит правовое обеспечение сделки, по продаже всего принадлежащего Топаева бизнеса. А кто покупатель? Зарегистрированная в Лихтенштейне фирма. Но за ней стоят не аборигены, а наши ребята. Те, что обращались в Топаеву еще в 97-м году. Возможная интрига. Тебе понятно? Да понять не некуда. Вторая структура узнала, что Топаев хочет продать свой бизнес и стала на него давить. Если Топаев подпишет договор купли-продажи с их конкурентами, он практически вынесет смертный приговор их бизнесу. Именно так. Поэтому они просто не дадут Топаеву улететь в Лихтенштейн для заключения сделки. Работай, Анатолий. Обо всем докладывай мне. Понятно, Роман Александрович. До связи. Слышь, Андрей Ильич, а ведь убийца уже здесь. На охраняемой нами территории. Только я пока не знаю, кто он. У вас такие лица, как будто началась третья мировая война. Обнаружен подкоп. Под оградой усадьбы. Подкоп? Угу. Д'Артаньян и три мушкетера. Дюма, отец, блин. Нам необходима милицейская подвода. Зачем? Яндрих Эдуардович. В доме есть охрана. А может быть, ты хочешь вызвать сюда еще ОМОН, СОБР, дивизию морских пехотинцев США? Я вам деньги плачу. За то, чтоб вы меня охраняли. А ты хочешь милицию вызвать, да? Нам нужны еще люди. Вызывай из Москвы. Неужели вам дешевле обойдется их прилет из Москвы? Алло, Роман Александрович. Это Тихомиров. Мне срочно нужны люди. Человек семь, восемь. В полной экипировке. Шлемы, бронежилеты, карабины. Ну, в общем, режим демонстративной охраны. Необходимо, чтобы они вылетели сегодня же. Хорошо. Номер рейса сообщу. До связи. Угу. Убийца уже у вас в доме. И, скорее всего, это кто-то из ваших гостей. Не соображаешь, что говоришь? Половина из них — мои родственники. Ну и что? К тому же есть другая половина. Ты знаешь, парень, мне кажется, ты излишне романтично настроен. Генрих Эдуардович, вы ведь уже практически продали свой бизнес одной фирме из Лихтенштейна. Ты откуда знаешь? Да какая разница? Если знаю я, значит, могу знать и ваши враги. Они никогда не позволят вам подписать этот договор. В общем, они сделают все. Все, Генрих Эдуардович. Вплоть до вашего физического устранения. Они знают, что вы покидаете нашу родину сразу же после своего юбилея. А значит, устранить вас должны не позже этого срока. Витька! Анька! Слушай, Андрей Ильич, этот парень, жених Аня, он раньше здесь бывал? Год назад. Но у них чё-то не заладилось с Топаевым, больше не приезжал. А кто он? Чем занимается? Студент. Вместе с Анной учится. Чё-то староват он для студента-то. Он после службы в армии по контракту остался. В Чечне служил. Контрактник. Воевал? Ну, не знаю. Мне так Аня сказала. За что купил, за то и продаю. Ну, чё, отцы, какой тут у вас экстрим? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok